Собственно, отношением Киева и Москвы и вообще попыткам России вовлечь соседние государства в новый интеграционный проект Таможенный Союз стали главными темами сегодняшнего выпуска ток-шоу «Сомнения» на нашем канале. И вот несколько самых ярких моментов программы. На тактическом уровне, разумеется, для украинской элиты сейчас гораздо более выгодно заключить договор с Россией, получить эти 15 миллиардов долларов сразу и просто так, и продолжать поддерживать на плаву предприятия Восточной Украины, разумеется. И, разумеется, в среднесрочной перспективе и в долгосрочной перспективе для Украины, разумеется, вхождение или приближение к ЕС с более прозрачными стандартами, с коллегиальной системой принятия решений, с правами каждого члена, который, даже самого нового, которые равны правам самых старых членов, это, конечно, более перспективный ход. Мы видим на примере некоторых стран, которые в последнее время присоединяются к Европейскому Союзу, что они оказываются, так сказать, на задворках, что, в принципе, они становятся для Европы скорее таким придатком, который напрягает, потому что с точки зрения экономического развития эти страны довольно слабые. И вот что будет с Украиной, даже если она вступит в Европейский Союз? Во-первых, она не вступит, мы об этом уже сказали в ближайшее время. Но не станет ли Украина каким-то таким вот неприятным дополнением к этому списку, опять-таки политическим дополнением, а не полноценным? Вот как вы считаете, есть какие-то гарантии, которые Украине могут предоставить или нет? Что касается вступления Украины в Евросоюз, я думаю, что на самом деле, если совсем цинично говорить, это самый страшный сон брюссельских бюрократов, что 45-миллионная Украина с тысячекилометровой границей с Россией и с близостью к постоянно воюющему Северному Кавказу вдруг окажется членом Евросоюза. И представьте себе, сейчас, например, в Германии 10 тысяч из 40 тысяч беженцев, это беженцы из российской Чечни, да, из процветающей российской Чечни. Вот представьте себе, когда граница Евросоюза будет проходить в паре сотен километров от Грозного, сколько будет таких беженцев. Так что это, конечно, страшный сон брюссельской бюрократии. Вот расскажите мне, пожалуйста, Сергей, все-таки чем таможенный союз сильнее европейского и перспективнее для постсоветских республик? Значит, Европейский союз – прекрасный проект. Там люди собрались, они сделали там совместное передвижение по всей Европе, сделали высокий уровень жизни достаточно, высокий уровень защиты прав человека, в том числе социальных прав. Все очень хорошо. Но это наше отношение при этом к Европейскому союзу – это как к свадьбе у соседей, на которую мы не приглашены. И нам от этой свадьбы достается только музыка до 4-5 утра, а только пьяные, так сказать, под окнами и бутылки пустые, которые катятся отсюда. Естественно, мы, таможенный союз, делаем как содружество равных государств – Казахстан, Белоруссия, и ничуть они там не комплексуют по этому поводу. И Турция войдет, и Украина обязательно войдет, и Грузия, Азербайджан, и Армения. И суть такая, что мы должны создать сообщества государств, которые лежат к востоку от Евросоюза, в которых нет никакого шанса стать членом Евросоюза, но которые хотят построить типы Евросоюза у себя. 15 миллиардов долларов сейчас Россия купит облигации. Я специально разделил. Тысячи долларов на каждого жителя страны, включая младенцев, будут заплачены за бумаги, которые рейтинговыми агентствами считаются дефолтными. Мы просто подарим эти деньги Украине. Почему граждане России должны платить за скидку на газ? Слушайте, вы Путина немножко знаете? Он кому-нибудь чего не подарил? Я еще раз повторяю. Ну, не волнуйтесь. Владимир Владимирович все нормально сделает. Так что Россия не убудет.